Приветули саранхули! Сегодня мы с вами поговорим, когда лучше всего приезжать в Корею. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Поехали! Сегодня я, как всегда, вас взяла с собой на прогулку. Надеюсь, это не сильно вас будет смущать, особенно моя дышка, как многие очень сильно переживают за то, что я очень тяжело дышу и меня очень сложно слушать. Я сразу прошу прощения за эти маленькие неудобства. Просто погода очень хорошая и сидеть записывать дома видео как-то не хочется, согласитесь, когда на улице особенно плюс 25. А еще сегодня нет палящего солнца, поэтому все просто благоволит тому, чтобы это видео было снято на улице. Итак, у нас вообще с мужем зашел небольшой спор буквально пару дней назад о том, что в Корее один год засуха, один год идут сплошные дожди. Я говорю, что это было испокон веков, потому что даже у королей в старые времена были такие моменты, как молиться богам, то есть жертвоприношения, чтобы бог послал дожди. Моя теория мужу, естественно, не понравилась. Он сказал, что это не так, потому что если спросить у любого корейца по поводу погоды в Корее, то все скажут о том, что в Корее четыре сезона, то есть ярко выраженная весна, лето, осень и зима. Вот. Ну а с моим приездом в Корею все начало меняться именно из-за глобального потепления. Так вот мне сказал мой муж. Вот. Ну давайте разбираться, так ли это и в какие месяца лучше всего приезжать в Корею. Итак, как по мне, то самый, наверное, худший сезон — это сезон дождей. Но за все время жизни в Корее я заметила очень интересный такой нюанс, что год от года по-разному. То есть, например, в прошлом году, кто смотрел мои старые влоги с Диной, мы объехали всю Корею как раз таки в сезон дождей. Но при этом погода была такая, что очень жаркое. Солнце шпарило, как в августе обычно это бывает. Вот. И дождей практически не было. Но не нужно надеяться на то, что именно в июне, то есть в сезон дождей, да, вы не будете страдать от того, что буквально через день будут ливни. Давайте по порядку. Смотрите, если приезжать в январе, мы по месяцам пройдемся с вами, в январе погода будет такая. Ну, может температура опуститься до минус 10. Ну, это, в принципе, не критично. Но проблема в северном порывистом ветре, от которого не просто холодно, а он просто пронизывает до костей. И поэтому в Корее очень часто носят вот такие пуховики в пол. И многие ошибочно думают, что это корейская мода. Да, возможно, это стало последние два года как тренд. Длинные пуховики стали трендом из-за того, что их начали носить алые долы. Ну, как начали? Они их всегда носили. Просто индустрия кипо все больше и больше, как говорится, заполняет внешний мир. Вот. И на это стали обращать внимание. И люди ошибочно предполагают, что это такой якобы тренд Кореи. Пуховик в пол. Ну, то есть до 5. И такой холодный ветер будет продолжаться практически до середины февраля. В феврале где-то в числах двадцатых может выпасть снег. Причем снег такой, знаете, не как у нас. Метель там с мелким снегом и градом и такое, что прям жесть и жесть. Нет, здесь ближе к концу февраля обычно такой ближе к плюсовой температуре. Это ноль плюс два и начинается снегопад. Причем снегопад такими просто крупными хлопьями. Он, естественно, не лежит, потому что плюсовая температура. Но полюбоваться на снегопад можно вот в конце февраля. Вот я вам гарантирую, что один или два дня вы точно застанете вот эти края. Ну, очень красиво. Я просто даже не знаю, как вам словами это передать. К сожалению, у меня нет видео, где я бы могла вам прикрепить и показать, как это вообще выглядит. Следующий месяц, это март, он такой, знаете, вроде бы тепло, а вроде бы и холодно. Потому что все еще продолжает дуть холодный ветер, но солнце уже начинает пригревать очень сильно. Ой, я мотоцикл прыгну. Я надеюсь, что меня слышно. Так вот, из-за того, что солнце очень сильно пригревает, хочется раздеваться. Но порысть этот ветер, он все-таки еще напоминает о том, что как бы зима еще далеко не ушла. Поэтому март месяц, ну, я бы не сказала, что лучшее время для посещения Кореи. Вот. Дальше у нас идет апрель. И вот апрель это такое время года, когда начинает зацветать все в Корее. То есть, наконец-то пришла весна в Корею. И уже с первых чисел апреля начинает зацветать вишня. Я думаю, что вы все видели мою съемку с дрона на видео. Вот здесь ссылочка, можете пройти посмотреть. Или вот здесь. Я путаю вещи. Вот. Можете посмотреть, как это вообще все выглядит, когда цветет Корея. Вот. И зацветают всякие кустики, рассаживают по городу разные клумбы с цветами. Вот. Апрель уже задает весну прям по полной программе. Поэтому апрель, наверное, самое лучшее время для приезда. Но, вот мы возвращаемся к той теме, которой я изначально говорила, что год от года зависит. В этом году весь апрель он был такой пасмурный. Вот. А сейчас вот май, он прям вообще конкретно дождливый. Ну, вот если говорить про апрель месяц, то это хорошее время для приезда, когда еще не жарко до такой степени, что с вас там, я не знаю, под градом течет. Ой, блин. Корейские дедули решили со мной пообщаться, я испугалась, выключила камеру, потому что он так заорал. Вот вам спокойная Корея. Май месяц, он прям очень жаркий становится. Если нет дождей, то будет палящее солнце. Вечером будет температура падать до плюс десяти. То есть будет прям холодно, будет хотеться одеть куртку. днем, казаться, что это наше лето с вами. Особенно кто из северных регионов, будут считать, что это как наше лето, потому что у нас летом уже плюс двадцать, люди начинают раздеваться до шортов, там, до трусов хотел сказать. Вот. Поэтому май месяц, он уже будет такой, не очень комфортный, я скажу. Особенно если вот как в этом году он очень дождливый и будет очень сильно парить. То есть, вот этот эффект сауны будет очень конкретно мешать. Но это в прошлом году дождей в мае месяце не было, и было вполне комфортно. Единственное, что солнце, конечно, просто не дает покоя все равно. Если не дождь и тучи, тогда солнце. Ну и мы подходим к теме сезона дождей. Вот сезон дождей, он начинается обычно в Корее в июне и продлится до середины июля. Я считаю, что это самое, наверное, некомфортное время для приезда в Корею. Потому что вы будете... Погода на улице будет, ну, очень странная. В плане того, что вроде бы плюс 20, плюс 25, но из-за того, что все будет затянуто тучами, будет такой эффект парника создаваться. То есть, солнце никто не выключал, и оно сверху нагревает вот эти тучи, и вы как будто в теплице. То есть, вот, если вы, я не знаю, огород-садовник хоть раз были в теплице, вы должны понимать, о чем я говорю. Вот этот вот эффект, он будет аж до середины июля, в худшем случае. Вот. Потом идет месяц-август. Вот. И в августе, конечно, начинается самое пекло. Август считается самым жарким месяцем в Корее. Здесь температура воздуха максимум может быть плюс 40. Но такая температура, она не всегда была в Корее, как мне сказал муж. Потому что я, например, когда приехала в Корею первый раз, я приехала как раз-таки в августе. Я думала, я умру от такой жары. Вот. Поэтому для меня август всегда самый, наверное, жаркий месяц. И поход, например, на улицу осуществляется за счет того, что вы делаете мелкие перебежки по улице вдоль магазинов с кондиционерами. То есть, куда-то нужно все время заходить, чтобы охладиться. Находиться на улице больше 20 минут начинаются уже как головокружение. Поэтому если вы все-таки решили приехать в августе, обязательно берите с собой какие-то головные уборы. Вот. И сразу скажу, что многие говорят, что в Корее нельзя раздеваться. Там широкое декольте, открытые плечи и все остальное. Если вы иностранка, то это как бы прощается. Вот. Если... Конечно, если вы поедете в какую-нибудь глубинку, ну, в деревню, подальше от Сеула, то там, конечно, на вас будут еще поглядывать. Что-то она такая вся голая и раздетая ходит. Вот. В Сеуле, конечно, к этому уже относится намного проще. Поэтому не переживайте, что, например, если у вас поездка в августе и, мол, ой, а как же так? Там же ж нельзя ничего одеть в такое, чтобы, ну, одежда минимум была, да? То нет, можно. Вот. Главное головного убора, потому что у меня в прошлом году была экскурсия с людьми из Якутии. Ой, они прям умирали. Вот. И мы когда пошли во дворец, один из дворцов, я просто не выдержала и сказала, ребят, вы подождите, ну, давайте зайдем в кафе. И я, наверное, час сидела с приложенной вот холодной банкой из холодильника, банка с каким-то питьем, ну, неважно. В общем, я приложила вот так вот ко лбу и сидела, ну, наверное, час, пока меня отпустило. Потому что жара в августе, но она просто какая-то нереальная. Ну и подходим к моему любимому сезону, наверное, в Корее. Это осень. Ну, причем осень не в сентябре, как у нас многие думают. Потому что здесь, например, в сентябре еще жарит, шпарит до плюс тридцати. Поэтому сентябрь – это тоже такой летний месяц, можно сказать. Вот. Но в сентябре вечером уже спадает вот этот вот зной, жар, да. Поэтому вечерние прогулки становятся в кайф. И я иногда советую приезжать к концу сентября. Октябрь – это вообще просто какой-то волшебный месяц. Потому что в Корее начинается… Как это? Как это на русском языке? Вот у меня вываливаются слова. Потому что я знаю, как это на корейском. Это когда все листья на деревьях превращаются из зеленых в желтые, красные. Очень красивая осень. Но я помню, что, по-моему, в прошлом году прям весь инстаграм был завален, что в России и в других странах была хорошая, красивая осень. И большинство людей там фотографировались. То вот представьте, в Корее каждая осень такая красивая. Также октябрь, он, знаете, еще по температурам тоже очень такой приятный, что вроде бы можно накинуть ветровку, и вам будет комфортно. Нет холодного ветра и… Ну что еще можно добавить к этому всему? А! Ханбоки. Многие, кто хочет приехать в Корею, естественно, думает о том, чтобы попробовать надеть национальный костюм Кореи. Вот. И лично я посоветовала бы выбрать для этого месяц октябрь. Потому что именно в октябре, опять же, в этом ханбоке вы не умрете. Вот. Летом этот ханбок – это просто какое-то непонятное. Просто чтобы вы понимали, сам этот национальный костюм, он из такого материала, как… как же вам объяснить? Такой плотный. Он вроде бы легкий, но в то же время воздух в нем практически не проходит. И под этим слоем юбок и каких-то манжетиков будет очень тяжело. Особенно летом. Вы будете просто, не знаю, умирать. Поэтому вот октябрь – он самый такой классный момент. Вы можете, кстати, посмотреть. Недавно я делала влог, где я с девчонками гуляла по дворцу Ханбокун. Мы как раз были в ханбоках. Это вот конец октября. Обратите внимание, как было здоровски. Но конец октября все-таки он уже ближе к зиме. Вечером будет холодно до такой степени, что будет хотеться одеть драповое пальто. Вот. Поэтому я всегда… Когда девчонки у меня ехали и спрашивали, «Саша, какую одежду брать с собой?» Я сказала о том, что, блин, я не знаю вам, что посоветовать, потому что ночью, вечером, как солнце садится, становится очень холодно и хочется одеть пальто. А днем очень жарко. И можно одеть там, например, курточку какую-то кожаную, да? Либо какую-то ветровочку. То есть какую-то такую… Или там ту же кофточку. И вам будет комфортно. Ну и мы переходим к такому месяцу ноябрь. В ноябре, конечно, температура конкретно падает уже в минусы. Ну, не в минус, но будет плюс пять, плюс семь. И из-за того, что темнеет уже ближе к пяти часам вечера, становится холодно. Если вы будете спать, например, до обеда, то буквально три часа вам будет тепло на улице в кофте. А потом вам уже будет захотеться одеть какое-нибудь драповое пальто. Начинаются сильные холодные ветра. Ну, знаете, в декабре я бы не сказала, что очень много порывистого вот этого ветра, как он начинается, когда в январе. Вот. Все-таки в декабре помягче. Ну, и как бы нет морозов здесь прям таких сильных-сильных, как у нас. Хотя я застала. Один раз температура воздуха упала до минус шестнадцати. Я вышла в парке такой зимний, который я зимой ношу. Вот. И мне было очень-очень зябко. Вот. Ну, и если говорить в целом о климате, то в Корее здесь зимой сухо. Очень сухо. Здесь 30% влажности зимой. И это длится, наверное, до мая месяца. Вот. А с мая по сентябрь-октябрь будет влажность высокая. Вот. Особенно в сезон дождей стопроцентная влажность. Поэтому рассчитывайте на то, что могут быть такие некомфортные моменты для тех, кто носит контактные линзы. Например, у меня постоянно с контактными линзами беда зимой. Потому что к вечеру они начинают там, знаете, такое ощущение. Кто носит линзы, я думаю, меня поймет. Кажется, что линзы уже старые и их нужно поменять. Хотя вы там линзы только открыли сегодня свежие. Вот. К вечеру вот этот вот дискомфорт он будет. Поэтому обязательно возьмите капли для глаз. Ну и тех, кто любит сидеть в кафе и больше тусить по каким-то закрытым помещениям, где будут кондиционеры. Кондиционеры они тоже сушат. Поэтому могут быть проблемы в этом плане тоже. Что капли для глаз это прям обязательное. Ну и в какой теплый месяц вы бы не приехали, обязательно нужно иметь при себе какую-то, я не знаю, ветровочку такую. Потому что погода здесь непредсказуемая. Например, иногда может резко стать холодно, прохладно. И вот это наличие ветровки вас очень сильно спасет. Вот. Ну и я думаю, что я, наверное, все такие нюансы подчеркнула. Ну и не забывайте, что год от года зависит все-таки погода в Корее. Вот. Несмотря на то, что корейцы по-прежнему продолжают говорить, что здесь четыре сезона, я бы сейчас сказала, что их два. Это когда очень жарко и когда, ну, холодно. Причем холодно, как осенью. Поэтому мой вердикт, когда лучше всего приезжать в Корею, это апрель. Не обязательно попадать на цветение вишни. Цветение вишни, конечно, это зрелище очень красивое. Новый также столкнется с тем, что под каждой вишней, в каждой аллее будет просто толпа людей. Какая-то нереальная. Вот. И красивых фотографий, как есть в интернете, вас сделать не получится. А также я бы, наверное, посоветовала месяц сентябрь и октябрь. Это вот самое такое классное время для приезда в Корею, когда не жарко, не холодно. Ну и вообще, в принципе, комфортно. Сейчас меня раздавит велосипедист. Теперь вы в курсе, когда лучше всего приезжать в Корею. Надеюсь, вам это видео понравилось. Поэтому поставьте свои лайки. Напишите комментарии. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу климата в Корее, я обязательно постараюсь ответить каждому. Вот. Ну и я надеюсь, что моя отдышка, мое ЭБМЭ, не сильно вас отвлекало от поглощения той информации, которую я вам сегодня дала. Спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok